В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Город трудовой и боевой славы. Самара отметила свое 430-летие. Дань уважения. В Самаре открыли мемориальную доску режиссеру Ильдару Рязанову. Самый большой в области, в селе Кошки, открылся спортивный комплекс. Курбан-Байрам. Тысячи мусульман отмечают один из главных религиозных праздников. Финишная прямая. Самара более чем на 90% готова к зиме. Президент России Владимир Путин поздравил жителей областной столицы с присвоением городу звания «Город трудовой и боевой славы». Такой подарок Самара получила в день своего 430-летия. С инициативой о награждении вышли ветераны Великой Отечественной войны. Идею поддержали на федеральном уровне. Как праздновала Самара свой юбилей, расскажет Лариса Шалафаст. В подарок самарцам в день города грандиозное авиашов. В небе свое мастерство демонстрируют парашютисты и вертолетчики. В финале легендарная эскадрилья «Русь» Вяземского учебного авиационного центра показывает фигуры высшего пилотажа. Они показывают вам свое высочайшее мастерство. В небе – флаг России! Показательные выступления не только в небе, но и на земле. Навыки рукопашного боя от самарских военных. Поздравить горожан приехали губернатор Николай Меркушкин и глава города Олег Фурсов. «430 лет городу. Это уже очень зрелый возраст. Город, который может гордиться своим прошлым. Город, который формировался в самые тяжелые времена, когда надо было формировать централизованное российское государство и выполнял свои функции с честью. Город, который во время Великой Отечественной войны вынес огромный вклад в победу. Я уверен, что мы и впредь будем делать все, чтобы гордились по своим городам». «Стамара» становится краше. И такие качества, как единство, сплоченность, патриотизм, образованность, я уверен, помогут всем нам еще активнее включаться в позитивные преобразования, которые ведутся в нашем городе». Основное торжество разворачивается на площади Куйбышева. Главные вехи из истории Самары на информационных стендах. На выставке представлена копия самарского знамени и награды города. На выставке самарцы могут познакомиться с наградами, которых Куйбышев был достойен ранее. Это орден Ленина 1982 года и орден Октябрьской революции 1986 года. В день 430-летия Самаре присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы». На сцену поднялись губернатор Николай Меркушкин, герой СССР, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, чтобы вручить городу почетный знак, грамоту и наградную ленту. Поздравить Самару с юбилеем приехали звезды российской эстрады Лев Лещенко, группа «Любе» и Полина Гагарина. Завершился праздник на площади грандиозным салютом. Лариса Шалафастер, Артем Сулайманов, Василий Колдашов. События. Коллективы завода «Салют», больницы Пироговой, театр оперы и балета наградили знаменем Самары с памятной лентой. Эти символы им вручили в честь присвоения городу почетного статуса. Какой вклад внесли эти учреждения, в общую победу узнала Алина Чемерис. Больница Пирогова появилась в Самаре почти полтора века назад. Сначала называлась «Земской». В годы Великой Отечественной войны здесь располагался Ивако-госпиталь. Раненых солдат сюда свозили тысячами. Спасти им жизнь удалось только благодаря самоотверженности врачей. В то время докторов в больнице не хватало. Многие из них ушли на фронт. А те, кто остались, сотворили в тылу настоящий медицинский подвиг. За вклад в победу над фашизмом коллектив больницы награждают знаменем Самары с памятной лентой. Это нас очень вдохновляет, я думаю, вдохновляет на дальнейшее оказание высококвалифицированной, качественной медицинской помощи. Почетные награды также вручили коллективам завода «Салют», где в военное время выпускали бронефюзеляжи для штурмовиков Ил-2 и театра оперы и балета, где состоялась премьера Ленинградской симфонии Шостаковича. Это поистине историческое событие. Оно очень радостное, оно очень благодатное с точки зрения той памяти о наших предках, отцах и дедах, которые в военные годы в Самаре очень-очень много сделали. Подарком для жителей города стало выступление народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Песню, ставшую гимном победы, люди слушали стоя. Алина Чемерис, Артем Сувайманов, События. Космическая встреча прошла сегодня в Самарском университете имени Королева. Студенты, которые учатся конструировать спутники и ракеты, смогли познакомиться с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Вместе с губернатором Николаем Меркушкиным она посетила университет и стала почетным доктором. На торжественной церемонии вручения звание побывала Марина Матвейшина. Первая в мире женщина-космонавт и единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку. Валентина Терешкова встретилась с будущими специалистами космической отрасли, со студентами Самарского университета, а также с преподавательским составом. Из рук губернатора Валентина Владимировна получает почетный знак Куйбышев «Запасная столица». Именно этот город раскрыл свои объятия космонавтам после приземления на Землю. Ректор Евгений Шахматов вручает Валентине Терешковой диплом о присвоении ей звания почетного доктора Самарского университета. Недавно нас пригласил на встречу Владимир Владимирович Путин. Были представители разных регионов, а я представляю Ярославскую, Ивановскую, Костромскую и Тверскую области. Вот когда говоришь, смотришь за людям, да, много проблем, да, действительно, помогать надо президенту. Потому что, я думаю, каждый из нас помнит, какую страну он принял. Практически, не только с удельными княжествами, которые бороли за свою самостоятельность, раздирая страну на удельные княжества, но и зарплаты не платили. И не было, ветераны Великой Отечественной были брошены, не платили пенсии, детям пособия не платили. Он собрал, собрал эту страну. В Самарском университете имени Королева сегодня сразу несколько знаковых событий. Вуз получает на вечное хранение флаг Самары с многородной лентой «Город трудовой и боевой славы». Вчера Самаре присвоили это почетное звание, а сегодня губернатор вручает наградную ленту предприятиям, которые заслужили его для города. Наши только 38 тысяч турновиков, выпущенных двумя заводами, ИЛ-2. Они обеспечили превосходство в воздухе, а этого много предопределенных сотворений. Опять, наша победа. И здесь люди в день и ночь, самарские люди, в районе войны, подростки, женщины, работали в кавалерах уже победы. Звание почетное и одновременно обязывающее, отмечает ректор университета. В будущем обещает оправдывать высокое доверие. Снова и снова. Виктория Шарая, Марина Матвейшина, Максим Гусев, события. Мастер комедии, мэтр отечественного кинематографа и настоящий самарец Ильдар Рязанов. Заменитый режиссер родился и провел свое детство в Самаре, в доме, где он жил, открыли мемориальную доску. На церемонии открытия присутствовала и вдова режиссера Эмма Абайдулина. С подробностями Олеся Корецкая. Улица Фрунзе 120. Аккуратный, светлый дом. Здесь родился и жил Ильдар Рязанов. Великий режиссер, фильмы которого любят не одно поколение. И давно разобрали на цитаты. Словно по заказу в дождливый день выглянуло солнце. Ведь именно Рязанов написал строчки про то, что у природы нет плохой погоды. Самое главное, что он навсегда прославил самарца. Вот что он сделал. Он был самарцем до мозга костей. Он иногда даже не сознавал этого, не сознавал. Но он надышался этим воздухом, этой рекой, этим городом, этой манерой не бить себя в грудь и выдавать себя за дурачка. Многогранный, тонкий Рязанов умел в своем творчестве коснуться души каждого. Посмотрев его фильмы, я уверен, каждый ныне живущий, молодой ли человек, среднего ли возраста, он обязательно для себя оставит что-то в душе и обязательно будет долго-долго вспоминать, ну, по крайней мере, от Нового года до Нового года точно. Эльдар Рязанов родился в Самаре, жил здесь подростком во время войны. Город детства всегда вспоминал с особой теплотой, говорит супруга режиссера Эмма Валерьяновна, и выразила благодарность руководству города и области за поддержку и внимание. Это поразительно, что даже годовщина еще, 30 ноября, а уже сегодня открывается мемориальная доска на доме, где Эльдар Саныч родился. Эльдар Саныч очень любил Самару. А Самара любила и любит Рязанова. В следующем году здесь откроется музей, посвященный знаменитому режиссеру и его творчеству. А неподалеку от дома на улице Фрунзе появится сквер имени Эльдара Рязанова с открытым кинотеатром. Я думаю, это место будет излубленным местом для посещения всеми самарцами, для того, чтобы в вечернее время каждый из нас смог вспомнить те фильмы, которые были созданы Эльдаром Александровичем Рязановым. А после открытия доски в Самарском институте культуры прошел праздничный концерт. Архивные кадры, отрывки интервью и, конечно, кино. В холле выставка афиш знаменитых фильмов. Эльдар Александрович снял больше 30 картин. И успеха без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не моги не больше раз. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Отсюда выйдут чемпионы. В селе Кошки открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, самый большой в Самарской области. На открытии побывали полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич и губернатор Николай Меркушкин. Репортаж Олеся Корецкой. Ключ символический, комплекс настоящий, с говорящим названием «Победа». Физкультурно-оздоровительный центр в Кошках, самый крупный в области. Появился очень важный спортивный, культурный и образовательный объект. Здесь можно будет заниматься различными видами спорта. Здесь можно будет играть в шахматы, в бильярд. Можно будет проводить досуг. И это украшение, конечно, не только для кошек. Это украшение для всей Самарской области. За 4 года в Самарской области открылось 28 физкультурно-оздоровительных комплексов, 11 ледовых дворцов. Развитие спорта – одно из приоритетных направлений в работе областного правительства. Кошки – крупный район. Физкультурно-оздоровительный комплекс такого уровня здесь необходим, отметил губернатор. Вы хорошо работаете, у вас хороший урожай, у вас пашется земля, у вас много закуплено сейчас техники, развивается животноводство. У вас людей очень знаменитых много, людей, которые любят землю и любят свою работу. Огромная ледовая арена, тренажерный зал, раздевалки, комнаты для теоретических занятий футболистов и хоккеистов. Гости выразили надежду, что отсюда выйдут не только областные, но и мировые чемпионы. Олеся Корецкое, событие. Парад российского студенчества прошел на выходных в Самаре. Почти 15 тысяч студентов, в основном это первокурсники, прошли колонны от здания областного правительства до площади Куйбышева, где с помощью телемоста поздравили коллег из других регионов. Наши корреспонденты тоже побывали на параде. Железка! Грое! Железка! Грое! От сессии до сессии живут студенты весело. На параде в основном первокурсники. Это своеобразное посвящение в ряды тех, кто получает высшее образование. Мы хотим показать свой университет, чтобы все сюда поступали. Потому что это самый лучший университет мира. 37 высших и среднеспециальных учебных заведений Самарии есть чем гордиться. Здесь готовят специалистов по многим направлениям – гуманитарии, технарии, медики и деятели культуры. Постоянно какие-то веселые мероприятия организовываются нашим студсоветом и так далее. И учиться, и просто жить университетской жизнью очень интересно и увлекательно. Здесь больше мероприятий, больше какого-то драйва, больше друзей я нашла. В школе у меня все время какой-то такой застой был. Сидишь на одном месте, сидишь, а здесь всегда что-то происходит. Например, вот это. Парад начинается у здания областного правительства. Колонна доходит до площади Куйбышева. Там весь день работают тематические площадки для студентов и тех, кто собирается ими стать. Здесь, как осень, дождик не остудил пыл первокурсников. На площади царит по-настоящему праздничная атмосфера. Я очень здорово, классно. Самарский машиностроительный колледж. Все вообще в восторге. Губернский опыт модернизации высшей школы признан одним из лучших в стране. Самарский университет имеет все шансы войти в сотню ведущих вузов мира. За последние четыре года вдвое увеличилось количество студентов, поступающих к нам из-за пределов Самарской области. Это большой успех. Значит, мы становимся все более и более привлекательными. Наши вузы являются лидерами в стране по закрепляемости студентов или по трудоустройству студентов. В Самаре строится Гагарин-центр, который должен стать стихнополисом мирового уровня. Кульминацией парада студенчества стала клятва первокурсников и телемост с Москвой и другими городами-участниками праздника. Всего же всероссийская акция объединила около 300 тысяч студентов из трех десятков городов. Марина Кравцова, Олеся Корецкая, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. Мусульмане всего мира отмечают сегодня священный исламский праздник – окончание хаджа. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения, который учит о покорности, терпимости и любви к ближнему. Андрей Горгуленко погрузился в историю исламской религии. На улице едва рассвело, а тысячи самарских мусульман уже собираются у входа в Самарскую соборную мечеть, чтобы совершить праздничный намаз и послушать службу муфтия. Прихожан поздравил глава города Олег Фурсов. Он отметил вклад мусульман в развитие духовной культуры города, помогающую укрепить межнациональное и межконфессиональное согласие. Хочу искренне поздравить вас с вашим священным праздником. Пожелать вам всем благополучия, достатка, крепкого здоровья, успехов во всех ваших добрых начинаниях и делах с праздником. Арабское название этого праздника – Ид-Аль-Атха. В русском же языке закрепилось название Курбан-Байрам. Первая часть этого слова восходит к арабскому «жертва». Вторая часть – общечурская. Байрам. Праздник. История появления Курбан-Байрама связана с испытанием силы веры возлюбленных пророков Аллаха. Это пример высочайшей покорности воли Всевышнего. Праздник напоминает о терпимости и любви к ближнему. Человек, будучи верующим, действительно верующим, он никогда не оскорбит человека, не обидит человека, не будет приносить ему какого-то вреда, не будет соблюдать те договоренности, которые были между людьми. Согласно сунне пророка, в этот день необходимо принести животное в жертву и разделить мясо на три части. Первую дают нуждающимся, второй – угощают гостей, а третью – оставляют себе. Ни мясо, ни кровь жертвенного животного не нужны Аллаху. В обряде жертвоприношения нуждаются сами люди, которые тратят свое имущество и время для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Более 150 народов, как одна семья, в областной столице во второй раз отметили областной праздник День народов и национальных культур Самарского края. В микрорайоне Волгарь полным ходом идет строительство уникального этнографического комплекса. Он станет новой достопримечательностью Самары. Как будет выглядеть национальный городок, расскажет Марина Кравцова. Строительство парка Дружбы народов началось этим летом. И уже возведены каркасы пяти домов – русского, мордовского, чувашского, татарского и украинского. Каждый дом будет представлять собой своеобразный музей, где выставят костюмы, предметы быта, расскажут об истории народа и его вкладе в развитие Самарской области. Но все будет не под стеклянными витринами, а в реальности. Здесь воссоздадут обстановку, в которой жили наши предки несколько столетий назад. Всего будет более 20 подворий. Условия для всех народов равны – 55 метров площадь дома и подворье – 5 соток. Этнографический комплекс должен стать символом добрососедских отношений между народами. Очень нужное дело, где можно будет съехаться, побеседовать, узнать, чем живут другие национальности, рассказать о чем-то своем. Мастер-классы по национальным ремеслам угощения, выставки предметов быта, отражающих особенности народа. Программа праздника насыщенная. У нас 157 национальностей живет на нашей родной самарской земле. И для нас дружба народов – это самая главная основа для того, чтобы мы счастливо жили. И это самая главная основа, чтобы наша страна в итоге была великой. Захватывающее зрелище – выступление канатоходцев – подарок от народного коллектива из Дагестана. Символом единения и дружбы жителей Самарского края стал хоровод из нескольких сотен участников самых разных национальностей. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Праздничные мероприятия в Куйбышевском районе продолжились и в воскресенье. День города в Экограде Волгарь получился по-соседски уютным и душевным. С подробностями Юлия Чернеева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этих участках будет в дальнейшем благоустроенный парк, где будут гулять семьи, жители нашего микрорайона. Отличный подарок для горожан подготовила и администрация Куйбышевского района. Успехи в благоустройстве успели оценить все жители. В этом году мы отремонтировали усилиями города и области улицу Народную, улицу Белорусскую. Отремонтировано три внутриквартальных проезда. Это Калининградская, Медицинская и Центральная. Ну и самое главное, это сейчас у нас на стадии высокой готовности стадион «Нефтяник». И продолжается реконструкция дома культуры «Нефтяник». Поэтому, я думаю, стадион мы в этом году запустим, а ДК «Нефтяник» сдадим в следующем году. Соответственно, получим полностью и спортивный, и культурный объект, обновленный и новый на территории района. Завершился праздник фейерверком. Юлия Черняева, Дмитрий Мишканцов. События. Подготовка городского хозяйства к зиме вышла на финишную прямую. Сейчас уровень готовности объектов составляет почти 94%. Службы ЖКХ и благоустройства делают все, чтобы зимой в домах было тепло. Сейчас к работе в зимних условиях готовы практически все котельные и полностью готовы центральные тепловые пункты. На 84% переложенной теплосети уже сегодня могут принять с тепло 95% жилых домов, а также почти все учреждения социальной сферы – школы, детские сады, поликлиники, дома культуры. Сформированы бригады дворников, кровельщиков, подготовлена снегоуборочная техника. Цифра обнадеживающая, но будем надеяться, что войдем действительно своевременно, уложимся в нормативные сроки. Поэтому давайте в том же духе работайте. В Самаре в преддверии единого дня голосования идет активная предвыборная борьба. Такой вывод сделали члены Ассоциации по защите избирательных прав. Уже три недели общественники следят за ходом агитационной кампании. Все жалобы, которые поступают от кандидатов, отрабатывают быстро. Главная задача 18 сентября – обеспечить прозрачность выборов. Для этого в пунктах голосования будут находиться представители политических партий, общественности и международные наблюдатели. Я надеюсь, что вот такие многочисленные уровни общественного контроля с разных точек зрения, с разных позиций, они и позволят добиться чистоты процедур, и позволят провести выборы открыто, честно и достойно. Только каждая четвертая жалоба, поступающая в обл. избирком, находит подтверждение. Эту цифру озвучил председатель избирательной комиссии Вадим Михеев. На сегодня поступило более 150, жалоб 33 подтвердились, еще столько же находятся на рассмотрении. В основном они направлены на оспаривание авторских прав. Иногда, понимаете, жалобы, жалобы розни, иногда есть просто обращение гражданина, оно консультативного характера. Но, тем не менее, мы его заводим именно в эту базу данных и отрабатываем наряду с серьезными жалобами. А теперь коротко о других темах дня. Останки военного летчика, разбившегося в 1942 году под Самарой, захоронили на родине под Луганском, в поселке Лозовском. Родственникам погибшего пилота были переданы найденные в результате поисковых работ личные вещи и документы, а также свидетельства о смерти, выписанное более 70 с лишним лет после гибели летчика. Напомним, в апреле строители нашли под Самарой штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны с останками пилота. Как установило следствие, летчик разбился, когда перегонял самолет с завода в Самаре на расположенный рядом военный аэродром. Вынесен приговор группе самарских хакеров, похитивших почти 2 миллиона рублей с чужих банковских карт. Обвиняемые полностью признали свою вину и ходатайствовали рассмотрение уголовного дела в особом порядке. В результате организатора преступления приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима, а еще одному члену группы 2 года лишения свободы. Двум остальным участникам группы по 2,5 года лишения свободы условно. Бабье лето по-прежнему обходит Самару стороной. Всю первую половину недели, по прогнозам синоптиков, будет дождливо и довольно холодно. Дневные температуры будут колебаться от 10 до 15 градусов. Ночами и вовсе уже возможны заморозки на почве. Дожди ожидаются во вторник и среду. Хорошая новость для интернет, аудитории и телеканала Самары ГИС. Теперь наши передачи можно смотреть в высоком качестве HD. Ищите официальный YouTube-канал Самары ГИС и подписывайтесь. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok